приветствую дорогие друзья сегодня с вами я владимир зуба как всегда скажу пусть бог нас благословит знаете сегодня размышляя над словом божиим ко мне пришло в душу одно слово я хочу с ним поделиться я когда читал это слово я начал замечать эту многогранность слова каким образом бог с нами разговаривает когда он ведет нас на том пути на котором мы находимся и видел эту многогранность слова которое нас очищает освещает направляет и знаете и увидел важность то в чем мы нуждаемся в каждый день это она нас ободряет мы по себе видим когда наша душа бодрая когда она вдохновлена нам проще даже физически передвигаться в этом физическом мире поэтому бог он нас не оставляет и я верю что даже разное слово приходит в жизнь она приносит ободрение она приносит это приходит это приходит как свет не случайно слово божие его сравнивают со светом и с ободрением приходит эта сила и так сегодня я хочу прочитать одно обетование и мы немножко поразмышляем по над этим местом писания мы хочу чтобы максимум это слово оно принесло пользу потому что одно дело когда мы знаем это слово второе дело когда мы учимся применять и практиковать это слово в своей жизни каждое слово при которой приходит в нашу жизнь нам его необходимо растворить верой каким образом вера и вот в последующие дни мы будем об этом говорить и так пица 51 глава 11 стих и возвратятся избавленные господом и перейдут на сион с пением и радостью вечная над голову вечная над головой и радость вечно над головой и они будут они найдут радость и веселье печаль и сдохи удаляться знаете это слово пророчество пророчески высвободил исаи это тысячи лет назад было сказано но насколько она сегодня актуальна и насколько сегодня нам необходимо принять это слово почему потому что это слово она имеет прямое отношение к нам и возвратятся избавленные господом и придут на сион и возвратятся избавленные господом кто сегодня избавлен господом это те кто приняли его сына как приняли своим господом те кто согласились тем что иисус ты есть мой господь библия говорит что в нашу жизнь приходит момент избавления мы избавлены и то куда бог направляет своих избавленных он их направляет в свою церковь сион это была гора но сион имеет образ церкви что это не просто когда мы покались бог нас всех выводит в определенную на определенную территорию и там что-то начинает производить в нашей жизни нет сион это церковь это то куда бог нас помещает когда бог нас избавляет когда мы обретаем спасение церковь это должна стать частью нашего обитания почему потому что как раз в этом месте то что бог будет производить он на них будет радость и кто-то скажет странно я попал церковь меня почему-то это радости нету а вы знаете почему нету этой радости по одной только причине есть то что еще не открылась а потому что здесь говорится о радости которая не изреченная это не просто как по щекотать по ребрам или в какой-то друг в другом месте которая отзывается на щекотку и ты посмеялся нет это напрямую связана радость она связана с непосредственно с откровением и когда я нахожусь на этом духовном сегодня я когда я нахожусь в церкви бог начинает приносить понимание он начинает приносить радость есть эта радость которая не обоснована когда помазание божье на приходит жизнь и ты начинаешь чувствовать эту эйфорию ты чувствуешь это приподнятное настроение при этом ты ничего стимулирующий стимулирующего не принимал но я замечаю что радость она начинает приходить когда ты начинаешь понимать жертву от жертву которая была принесена за каждого из нас когда моя жизнь она начинает фокусироваться жизнь мы я имею ввиду моя душа она начинает фокусироваться я стремлюсь к тому чтобы больше начинать понимать господь я хочу понимать твои пути я хочу понимать смысл этой жизни тогда ты начинаешь замечать как приходит приходит начинает приходить это внутреннее удовлетворение и эта радость в сердце каждого из нас наша душа начинает на это реагировать потому что ты понимаешь я искуплен стоп у меня есть будущность особенно когда приходят какие-то кризисные моменты в жизнь сложные моменты связаны с какими-то трудностями или даже на сегодняшний момент проблема которая связана с этой пандемией и каждый подвержен каким-то тревогам каждый подвержен каким-то страхом мы имеем на это право мы слышим об этом но внутри ты понимаешь что есть радость есть радость есть есть понимание того что кто-то о тебе заботится кто-то тебя ведет кто-то тебя оберегает даже когда оказываешься в эпицентре какого-то круговорота каких-то проблем даже в эпицентре ты внутри себя чувствуешь что ты не оставлен временами начинает подниматься слово божие господь пастырь мой я ничего не буду нуждаться где бы не шел и через чтобы не шел ты со мной ты меня не оставишь и ты понимаешь как бы эти обстоятельства не тебя не страшили внутри себя ты испытываешь этот мир и где-то эту радость и эту неизреченную радость и радость вечная над головами их они бы они найдут радость и веселье они найдут радость и веселье это как раз тот момент когда я говорю что мы находим мы находим ее через познание когда мы для себя начало открывать и ты приходишь к пониманию того что есть у тебя будущность если раньше ты боялся будущего если ты раньше ты переживал то со временем когда ты следуешь за господом и момент откровения познания он начинает приходить в твою жизнь ты находишь эту радость она начинает быть как твоим твоей ценностью даже когда ты чувствуешь что душа она падает в уныние ты начинаешь чем-то ты огорчен чем-то ты начинаешь искать лица господня господь найдут я на они найдут я найду и печаль и вздохи удаляться от них до печали вздохи они тоже присутствуют нашей жизни но то что бог обещает это то что они удаляться временами есть вечером печаль ты разочарован какими-то новостями какой-то ситуации обстоятельствами ты огорчен до глубины до глубины и даже разные чувства приходят и все я ничего не хочу плодит о господи забери некоторые люди как илья под кустом все господи забери меня отсюда жить не хочешь но смотришь даже такая молитва казалось бы печально но она обращена господу то что бог он приносит ободрение для своего народа и дает силу поэтому написано печаль и вздохи удаляться поэтому если сегодня вы в печали и вы думаете что это о это будет меня преследовать всю мою жизнь нет послушай поменяй ориентир если еще господь иисус не твой господь сделай молись проси чтобы он стал господом для того чтобы первое пришло в твою жизнь избавление от греха второе ты начнешь переживать эту радость ты сверхъестественно радость от того что не обоснованную радость как свидетельство того что ты принят богом и следующий момент это путь нашего возрастания когда ты находишь когда ты находишь радость и веселье когда ты трудишься духовно не останавливаться ты стремись к тому чтобы развиваться духовно и следующий момент когда ты находишь для себя обетование когда ты находишь для себя слово когда для тебя даже истина она становится смысл смыслами ценностью твоей жизни печаль и все остальное они начинают удаляться они начинают уходить даже может ситуация не решилась но сердце оно наполняется радостью и миром поэтому пусть бог благословит каждого кто сегодня нуждается в этом душевно духовном физическом прорыве пусть это произойдет но помните бог поместил вас на сион для того чтобы вы нашли эту радость и это веселье и чтобы всякая печаль она была удалена благословляю во имя иисуса аминь